Здравствуйте, уважаемые товарищи, друзья, незнакомые, знакомые. Значит, сразу проношу извинения за качество записи, потому что тут у нас идет, как обычно, ремонт. В этой стране ремонт никогда не прекращается. Люди долбят стенки, не понимая, что этого делать нельзя, и что это сейсмоопасная территория. Но местным товарищам ничего не указ. Я просто обалдею. Ну ладно, мы возвращаемся к нашей физхимии. Сегодня я хочу посвятить это время, знаете, какому разделу? Этот раздел очень слабо освещается в практическом плане, и мои контакты с некоторыми моими крутыми коллегами это подтвердили. Честно говоря, я сам немножечко в шоке. Ну ладно, почему в шоке, если вспомню, позже скажу. Значит, это проблема растворимости газа в воде. Из всех лекций, которые существуют, когда я учился в 90-х годах, когда и последующие лекции я смотрел, общедоступные, там вскользко говорится о законе Генри, что это предельный случай, и все, и больше ничего для развальных астворов. И больше ничего, в принципе. То есть, а как это используется, как это идет расчет, вот это, конечно, полный провал. Вот, и я хотел хотя бы чуть-чуть восполнить этот пробел. Хотя, честно признаюсь, я сам прямо небольшой мастак в этих задачах, вот прямо честно вам скажу. Ну, конечно, хоть что-то я умею делать, и вот решил справиться с вами этим опытом, вот. И прошу, пожалуйста, включить ваши мозги на полную катушку, потому что материал сложный. Обычно, знаете, в программах физхимии, когда говорят о межфазовых равновесиях, основной упор делают, допустим, на двухкомпонентную систему, когда идет процесс, там, чего, плавления, испарения, да, там, вот рисуются всякие красивые диаграммки. Да, это все очень тоже сложно, но почему-то именно на вопрос растворимости газов в жидкостях, но почему-то, значит, это, ну, я бы даже сказал, игнорируется, что ли. Итак, вопрос такой, первый. Значит, вопрос такой. Я его специально не стал записывать, потому что его можно решить устно. Значит, задание такое. Растворимость углекислого газа в воде в 300 градусах Цельсия в зависимости от давления представлена вот в виде таблицы. Значит, таблица такая. Сейчас бы, как бы мне это сделать. Ладно, все-таки открыть. Таблица такая. Значит, здесь у нас равновесное давление. П. А здесь у нас концентрация этого газа в воде, то есть в жидкофазе. И вот данные, очень много данных. 7,91. Извините, 79,1. А здесь концентрация 0,386. Дальше. 92,1. Концентрация соответствующая. 0,435. 105,1. Концентрация 0,477. И так далее. Этих точек очень много дано. 3, 6, 9, 12 точек и так далее. И нужно показать, что растворимость углекислого газа происходит по закону Генри. Во-первых, давайте вспомним, что значит закон Генри. Это когда концентрация газа, разваленного в жидкой фазе, прямо пропорциональна его давлению. Или можно сказать, что С жидкое равно КП. И если вот это происходит, если мы можем найти это К, то тогда, значит, так оно и есть. Ответ очевидный. Чтобы найти К, мы должны концентрацию этого растворенного в жидкости газа разделить на его давление. Если это смест, то это парциальное давление. И вот если мы сейчас будем рассчитывать, давайте, значит, 0,386 мы делим на 7,91. Сейчас я посчитаю на прокуратуре. Потому что я еще не читал это. 0,386 разделить на 7,91. Получается где-то 0,049. Получается 0,049. Дальше. Это как бы К первая. К вторая константа. Это 0,435. Мы делим на 92,1. Давайте это сделаем. Значит, 0,435 мы делим на 93,1. Получается... Ой, я здесь опять кидиться по ошибке. Не 7,91, а 79,1. Поэтому 0,040. Здесь получается 0,0047. Ну, допустим, К3 я из данных возьму. Вы их просто не видите, но они здесь есть. Значит, концентрация это будет 0,477, а давление 105,1. 105,1 получится. 4,77 делим на 105,1. Получается 0,0045. В общем, в пределах погрешности все примерно остается постоянно. Эта константа называется константа Генри. Это и есть тот коэффициент пропорциональности. Вот он. То есть, по большому счету, С жидкость равно константа Генри, умноженная на П. Вот оно. И таким образом, ответ на вопрос... Вернее, это и есть ответ на вопрос, подчиняется ли растворимый сукликицовый газ в законе Генри или нет. Подчиняется. Потому что при всех данных в пределах допустимости отклонения, значит, константа Генри у нас сохраняет свое постоянное значение. Значит, так оно и есть, что концентрация растворенного угликицового газа в воде пропорциональна его давлению. Вот и все. Это первый вопрос, на который я хотел обратить ваше внимание. Или как бы нулевой вопрос. Ладно. Сейчас я постараюсь это убрать. Сейчас. И что-то больше он не убирается. Ну, ладно. Сейчас. Давайте заново сделаем. Быстренько. И вот на горизонте появляется первая задача. Первая задача. Вот она. Первая задача. Так. Значит, задача такая. Один литр воды насыщен угликицовым газом при 20 градусах Цельсия под таким-то давлением. Какой объем займет растворенный газ, если выделить его из воды и привести к нормальному условию? Растворимость угликицового газа при данной температуре равна столько-то миллилитров в 100 миллилитрах воды. Значит, я хочу, чтобы вы поняли, что все, что, значит, состояние газа до того, как он вошел в жидкую фазу, отличается от состояния газа, когда он уже вошел и растворился в жидкую фазу. Вот это как бы вот по совсем по-простому, если говорить. И мы должны научиться вот переходить, рассчитывать свойства газа из жидкой фазы, вернее, из газообразной фазы при жидкой. Вот как они меняются свойства, мы должны научиться это делать. Но хотя бы немножко. Смотрите, у нас растворимость это 0,171 литр, я сразу привел миллилитр в литр, 0,171 литр СО2 в 0,1 литре воды. Но обычно мы рассчитываем, работаем с коэффициентами, приходящими на 1 литр. То есть мы на 10 умножим, получится 1,71 литра СО2 на 1 литр воды. Вот оно. Значит, в 1 литре воды, получается, содержится вот столько литров СО2. И этот объем, вот эти 1,71 литра, находится под давлением 506,6 кПа. А при выделении газа, этого газа из жидкой фазы в газовую, давление уже атмосферное. Вот в чем прикол. Видите, внутри жидкости он находится под вот этим давлением. А когда газ выходит, естественно, из-за того, что давление у нас другое, то и объем у нас меняется. Однако у нас температура постоянная. Так, температура у нас постоянная, поэтому мы можем применить, соответственно, для изотермического процесса выражение, что P1 V1 равно P2 V2. Значит, P1 у нас это 506,6. V1 это вот этот 1,71 литр, то, что было внутри. P2 V2 у нас это 1 атмосфера, или 101,325 паскаль. А вот V2 мы можем найти. Давайте вот численные значения запишем. Значит, P1 у нас это 506,6 на 10,3 степени паскаль, умноженное на вот это 1,71 литра СО2. И это равно 101,325, это атмосферное давление паскаль, на вот это вот V2. Отсюда V2 равно вот это умножаю на это и делю на это. И получается 8,55 литра. Это и есть, значит, ответ. Так, еще раз, значит, какой объем? Да. Потому что при нормальных условиях у нас P равно 1 атмосфере. Вот оно. Значит, при нормальных условиях у нас что? Объем выделившегося кислого газа будет 8,55 литра. Это ответ на первый вопрос. Предлагаю вашему вниманию задачу номер 2. Сейчас я ее скопирую. Так, секунду. Так, мне нужно сделать новую, да? Не сохраним. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая задача. Вот такая вот задача у нас есть. Растворимость аммиака, она очень большая, между прочим, связана она между прочим с тем, что аммиак образует, в общем, наступает химическое взаимодействие с молекулами воды, да? Он гидратируется хорошо, образуя NH4H. Или сейчас нужно говорить NH3 на H2O. Растворимость аммиака при стаке и градусах равна столько-то литров в одном миллилитре воды. Вы представляете? Найти массовую долю аммиака в насыщенном растворе. Парциальное давление аммиака считается равным нормальному атмосферному. Ну что, начнем, пожалуй, до самого главного. Просит найти массовую долю аммиака. Массовую долю аммиака. Но давайте сначала напишем уравнение состояния газа, что ПВ равно М на мю РТ. Так? Отсюда масса аммиака равна, вот с этой формулой, это ПВ на мю и делим на РТ. Согласны? По условию сдачи давления у нас нормальная одна атмосфера. А объем у нас, вот объем. Если это 1, если 0,702 литра на 1 миллилитр воды, а мы обычно берем расчеты, делая на 1 литр жидкости, в которой растворяется газ, то есть мы должны умножить вот это число в 1000 раз, потому что в 1 литр 1000 миллилитров. Если в 1 миллилитре 0,702 литра аммиака растворяется, то в 1000 миллилитрах в 1000 раз больше. Если мы вот это число умножаем на 1000, получается 702 литра аммиака. Так, малярная масса у него 17 грамм на моль. Делим это благополучно на... Раз у нас атмосфера, то это будет 0,082 0,57 литр на атмосфера, а моль на кельвин. И температура у нас 0 градусов, значит, это будет... Простите, 20 градусов, значит, будет 293 кельвина. Размерности. Кельвин с кельвином уходит. Моль с молем уходит. Литр с литром у нас уходит. Атмосфера с атмосферой уходит, остаются граммы. Все хорошо. Так, это получается у нас 496,37 грамма. Но нас просят найти малярную, извините, значит, массовую долю, правильно? Значит, массовая доля аммиака. Мы это знаем из растворов, из школьной даже программы. Это масса растворенного вещества, делить на массу массы растворителя, то есть воды. Массу H3 мы только что вычислили. Это 496,37. А масса растворителя, то есть 1 литр же. Мы в пересчете на 1 литр считаем воды, поэтому это будет 10 в третьей степени. Так, и получается, что это 0,3317 или это 33,17%. То есть вот она, значит, концентрация аммиака, вернее, не аммиака, а NH3, да, в водном растворе. Надеюсь, что, в общем-то, задача не очень сложная пока. Переходим к следующей задаче. Следующая задача. Сейчас ее скопирую. Задача номер 3. Вот она. Вот она, эта задача. В одном литре воды при 0 градусе Цельсия растворяется 4,62 литра серого водорода. Под каким давлением надо растворить гаж, чтобы получить его 5% раствор? Эта задача обратная предыдущая. Давайте с вами напишем, что омега H2S, она равна масса H2S, деленная на массу раствора, которая складывается из массы H2S и массы воды. То есть масса растворителя в данном случае. Нам с вами понадобится масса H2S, естественно. Чтобы считать давлением, давайте отсюда выразим массу H2S. Это очень примитивная школьная алгебра. Если мы отсюда выразим NH2S, то получится масса воды, умноженная на омегу, и деленная на единицу минус омега. Так, нас просят под каким давлением, да? Уравнение состояния берем как ненеделевая капирона, поэтому P равно масса H2S, значит, РТ, деленная на V. Поехали. У нас подставляем вот это значение, в смысле выражение, вместо NH2S мы посчитали. Это MH2O на омега на единицы минус омега. Это вот это. Ну, а остальное переписываем. Это РТ, мю, В. Мю – это, конечно, H2S. И В – это тоже H2S, естественно. Ну что, пришло время подставлять свои численные значения. Масса воды – это 10 третьей. 0,05 – это омега. Соответственно, здесь это единица минус 0,05. Умножаем на 0,082, 0,57 литра атмосферной моль Кельвин. Я уже не пишу это. Температура у нас 0 градусов, да, поэтому будет 273,15 Кельвин. А 34 грамм на моль – это у нас малярная масса. И объем у нас сколько там? 4,62, да? Значит, посчитали, и получается, что 7,5 атмосфер. 7,5 атмосфер. То есть, вот при таком давлении, если мы будем насыщать воду сероводородом, у нас получится 5-процентный раствор. Если вы не привыкли работать с атмосферами, можно перевести в паскаль, умножив на 101,325. Это получится 760,54 кПаскаль. То есть, нужно будет умножить на 101,325 кПаскаль. И тогда получится вот это значение. Это ответ на вот эту задачу. Так, надеюсь, что тоже понятно. Переходим к следующему заданию. Так, сейчас я скопирую его. Вот он уже, это задание посложнее. Здесь вот прямо нужно вообще все очень-очень внимательно слушать. Так. Вот само задание. Как говорится, прошу любить и жаловать. Так. Значит, принимая, что атмосферный воздух содержит, это вообще хрестоматийная задача, между прочим. Вот она хрестоматийная. Однако, знаете, вот сколько, я помню, когда я был студентом, я вот ни хрена, я хрен кушал, как раз, вот, и рейской закусывал, и ничего не понимал, честно говоря. Относительно недавно, вот я заново рассмотрю задачу, это мне вдруг, знаете, так щелкнуло. Конечно, поздновато, но щелкнуло. В чем прикол-то, чтобы понять эту задачу. Поэтому пользуйтесь случаем. Еще раз, принимая, что атмосферный воздух содержит столько-то процентов кислорода, все объемные проценты. И столько-то, это все, как бы, да, ABC knowledge, да? Или, как англичане говорят, every barber knows that. То есть, каждый знает это, что воздух состоит из 1% кислорода примерно, 75% азота. Рассчитать процентный состав воздуха, выделенного из воды, имеющего температуру 20 градусов. То есть, опять-таки, мы, вы должны помнить, я сказал вам в самом начале, что то, что норма для газа до того, как он абсорбировался жидкостью, это не факт, что точно то же самое будет, когда оно уже будет внутри жидкой фазы. Там все по-другому. И численные значения там тоже другие. Итак, давайте с вами начнем вот с такого. Значит, пусть общее давление газовой смеси P равно 1 атмосфера. Тогда партийное давление кислорода чему будет равно по закону Дальтона? Его мольная доля на P общая. То есть, это будет что у нас? 0,21 атмосфера, да? 0,21 атмосфера. Ну, соответственно, партийное давление азота будет равно 0,79 атмосфер. Я думаю, пока все понятно. Дальше. Смотрите. У нас есть коэффициент абсорбции. Что это значит? Это значит, что в одном литре воды содержится 0,031 литр кислорода и 0,0154 литра азота. Но по закону Генри... А теперь внимание. По закону Генри. Я сегодня выписываю его формулу. Но вот она как раз время пришло, когда понять, для чего он нужен. По закону Генри растворимость газа в жидкости, она прямо пропорциональна его порциональному давлению. Давайте напишем так. Для кислорода, поскольку у нас с вами два элемента, вернее, два компонента. Для кислорода значит на что? Смотрите, такую пропорцию просто отставим. Если при одной атмосфере у нас содержание 0,031 литр кислорода в одном литре воды, то для давления порционального 0,21 атмосфера, скажем так, х литров кислорода в одном литре жидкости. В данном случае воды. То есть чему это будет равен объем кислорода в данном случае? В воде. Он будет равен 0,21 умножить на 0,021. Я умножаю на 0,031. Ну и ладно, и делю на 1. Это получается 0,0651 литра. То есть видите, объем кислорода, растворенного в воде, при этом давлении. А мы с вами помним, что по закону Генри мы должны рассчитывать в зависимости от парциального давления. Это закон Генри Дальтон называется. Пропорционально вот этому давлению. То есть мы умножаем это на это и получаем 0,651 литр кислорода в одном литре воды при таком давлении. Не при таком, а вот именно при таком. Аналогично для азота. Я такую же пропорцию писать не буду. Понятно, что я умножаю 0,79. То есть объем азота в воде равен 0,79. Я умножаю на вот это вот 0,0154. И это получается у меня сколько? Я считал это 0,012166 литров. И вот смотрите, вот теперь у нас есть, мы знаем объем растворенного кислорода, мы знаем объем растворенного азота и, соответственно, мы можем посчитать их мольной доли. Мольная доля кислорода равна объем кислорода делим на объем кислорода плюс объем азота. Все как прямо до этого, что мы делали. Получается 0,0651. Мы делим на 0,0651 плюс 0,012, допустим, 166. Это получается... Давайте умножим на 100%. Чтобы 15% это было. Так, это у нас получается 34,86. Как видите, как видите, в жидкой фазе, то есть в воде, концентрация, объемная концентрация кислорода намного больше. Если в воздухе она 21%, а в жидкой фазе вот столько. Намного больше. А что это означает? Вот если рыбу вытащить... Это я в учебнике беременно для авиатурентов вычитал. Очень интересная эта фраза. Что это означает в практическом плане? Рыба, вытащенная из воды... Знаете, почему задыхается? Не потому что нет кислорода, а потому что его не хватает. Она привыкла дышать газовой смесью, в которой объемная доля, или мольная доля кислорода равна вот столько. Это в жидкости, в воде. А в воздухе она всего лишь вот столько. Ну и, соответственно, мольная доля, объемная доля азота равна единице минус φ2. И там она получается 65,1. Или 65,14%. Вот они ответы. Это была четвертая задача. Надеюсь, что она вам более-менее понятная. Надеюсь. Так, следующая задача. Следующая задача. Сейчас я ее скопирую. Давайте я ее вот так вот скопирую. Задача вот такая. Как вы видите? Давайте такую попробуем. Так, значит, задача такая. Коэффициент абсорбции углекислого газа при такой температуре равен 1,71. Здесь должна быть точка. При каком давлении растворимость углекислого газа в воде при той же температуре составит 16 грамм на литр. Вот это вот тоже интересная задача. Ну, давайте. Сейчас. Коэффициент абсорбции углекислого газа равен столько-то. Растворимость столько-то. Так, значит, если у нас коэффициент абсорбции равен вот столько, это означает, что в одном литре воды содержится 1,71 литра СО2. Это железно. Но она содержит... Раз это коэффициент абсорбции, я хочу обратить ваше внимание, коэффициент абсорбции, он рассчитывается или пересчитывается, когда температура у нас равна 273 К, то есть 0 градусов Цельсия, и P1 атмосфера. Запомните это, пожалуйста. Итак, значит, еще раз. В одном литре воды при нуле градусов Цельсия содержится вот столько литров углекислого газа. Так. Мы можем таким образом рассчитать, сколько углекислого газа, массу углекислого газа. Давайте это сделаем. Из уравнение состояния. Значит, МСО2 равно ПВМЮ на РТ. Это обычно уравнение нзаливого папирона. Подставляем. Значит, у нас 1 атмосфера. 1 атмосфера. Объем у нас 1,71 литра. Малярная масса 104 грамм на моль. А Р – это 0,082,057 литра на атмосферу, моль на Кельвин. Это вы должны знать наизусть. И температура у нас 273 Кельвина. Объясню, откуда взялось 273 Кельвина. Вот потому что 0 градусов, во-первых, и потом это коэффициент абсорбции. И получается, что это равно у нас 3,36 грамма. Но давайте посмотрим на… Вспомним уравнение. Ну, вот оно даже, да? Уравнение состояния. П у нас пропорционально М. Согласны? Вот. П пропорционально М. А что это означает? Чем больше массы, тем больше давления. Или чем больше давления, тем больше массы, да? Можно ставить пропорцию. Давайте такую пропорцию ставим. То есть, когда у нас одна атмосфера, у нас масса 3,36 грамм СО2. Согласны? Так. А когда у нас 16 грамм… Причем это вообще-то грамм на литр. Объясню, почему на литр. Потому что мы здесь литр взяли. Итак, когда у нас 16 грамм… Ну, на литр. То это пусть будет ПХОВая. Соответственно, ПХОВая равно… 1 умножаем на 16, делим на 3,36. И получается это у нас 4,76 атмосфер. Опять-таки, кто не любит эту атмосферу, умножаем на 101,325. И получится килопаскаля. Это получается… Значит, лучше писать так. Или… Или… 482,5 паскаль. Значит, при таком давлении, или ночью при таком давлении, выражено в разных единицах измерение, у нас растворимость этого газа составит 16 грамм на литр. Вот такая задача. Тут я совсем упростил вот эту вот вещь. Ну, по крайней мере, понятно, откуда все это берется. Так, спасибо за эту задачу. Приходим к следующей задаче. Сейчас я ее подвину. Задача тоже такая интересная. Сейчас я скопирую. Так, возвращаемся. Так, вот так вот. Вот так вот. Ну, допустим, давайте… Ну, пусть таким вот. Значит, растворимость кислорода в воде при 300 тор и 25 градусов Цельсия равна 100 кг на литр. Определить коэффициент Генри и коэффициент растворимости Оствальда. Так, ну вот тут уже конкретно мы рассчитываем растворимость Оствальда, ой, коэффициент растворимости Оствальда и константа Генри. Ну, давайте культур-мультур сделаем. Значит, у нас есть П равное 300 тор. У нас есть Т равное 298 кельвин. И у нас есть как бы концентрация такая, я так обозначу с шапочкой, 16 грамм на литр. И нам нужно определить численное значение константы Генри. МГУ обозначает, оказывается, вот так вот. коэффициент растворимости Оствальда, альфа. Вот, уж не знаю, как это в МГУ обозначает. Вот. Не знаю, мы обозначали, по-моему, буквы С. Да, мы обозначали, когда я учился, обозначали буквы С. Какая нафиг разница, да, как обозначать? Ну что, поехали. Дело в том, что тут в чем штука-то? Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами знаем уравнение закона Генри. Знаете, сплошная физика. Вот почему она называется физической химии? Потому что на самом деле сплошная физика. Никакой химии-то и нет у нас, да? Уравнение закона Генри. Она какое? С равно константа Генри, умноженная на П. Значит, у нас константа Генри, она выражается в моль на литрах атмосфер. А у нас присутствуют граммы. Уже неудобно. Поэтому, ну, понятно отсюда, что константа Генри равна С делить на П. Это, конечно, хорошо. Если вы помните, нулевую задачу мы так и делали, когда находили константу Генри. Но только в той задаче у нас были нормальные концентрации, моль на литр, а здесь грамм на литр. Очевидно, что мы должны как-то прийти в грамм на литр. Мы должны прийти в моль на литр. И вот эти измерения нам помогают понять, что мы должны сделать. Смотрите, литр здесь и литр здесь. Значит, остается. А вот грамм исчезает. Значит, где должны быть граммы? А должен появиться моль в числителе. Значит, моль. А что такое моль на грамм? Это все равно, что умножить на единицу, деленную на грамм на моль. Так или нет? Это значит разделить на грамм на моль. Так или нет? Что мы должны сделать-то? Мы делим вот эту вот С с шапочкой на малярку. Мы делим ее на малярку. Значит, получается, что константа Генри вычисляется как вот эта вот С, деленная на малярную кислорода в данном случае. Так. Это вот эта вот С. И еще мы делим на П. Только П у нас должно быть не в торах, не в миллилитрах рутного столба, а в атмосферах. Ну что, поехали. Значит, 16 грамм на литр мы делим на 32 грамм на моль. И вот эти вот 300 тор мы делим на 760, чтобы привести это в атмосферу. Грамма сокращается, моль пойдет сюда, литр пойдет сюда. И в итоге получится, что константа Генри у нас равна 1,267 на 10 минус 3 моль на литр атмосфер. Это есть ответ на первый вопрос. Но нас-то просят еще найти и коэффициент растворимости Оствольда. Значит, коэффициент растворимости Оствольда вообще он равен чему? Концентрация газа в жидкой фазе делит на концентрацию газа в газовой фазе. А еще это константа Генри, умноженная на РТ. Вот. Формула. Прошу любить и жаловать. Это всегда должно быть у вас в уголовах. Всегда. Отсюда. Альфа равно. Константы Генри мы с вами не только что рассчитали. Это 1,267 на 10 минус 3 степени моль на литр атмосфер. Так. Умножаем на 0,7. Раз это у нас атмосфера, значит, R у нас не 8,314 J на моль Кельвин, а 0,82057 литр атмосфер на моль Кельвин. И температура у нас 298 Кельвин. Кельвин с Кельвином уходит красиво. Моль с молем уходит красиво. Литр атмосферы уходит. То есть у нас это безразмерная величина. Так. Это получается у нас 0,031. Ну, это как бы безразмерная величина. А вообще это 0,031 литра кислорода на 1 литр воды. В данном случае. Но, однако, литр на литр они сокращаются. Поэтому формально это безразмерная величина. Вот тоже такая задача. Надеюсь, что понятно было. А здесь все основано на законе Генри «Лимитарные расчеты». Значит, незазмерение помогает нам понять, что нужно сделать, что нужно разделить на малярку. Ну, а это вот из курса ваших лекций, наверное, должны знать. Приходим к следующей задаче. Так, поехали. Это у нас будет задача номер 7. Задача номер 7. Так, я ее копирую. Делаю культур-мультур. И давайте я выберем, допустим, желтый. Желтый никогда не писал. Итак, сколько граммов метана… Это очень интересная задача. Сколько граммов метана растворится в 5 литрах воды при 15 градусах Цельсия, если через воду пропускать метан под давлением 3 атмосферы? Коэффициент растворимости острова льда для метана в воде при данной температуре равен столько-то. Снова делаем культур-мультур. Давайте обозначим, что мы работаем с метаном. Так, объем воды у нас равен 5 литров. А температура нам тоже дана. Это 215 и 288 кельвин. Так, и коэффициент растворимости острова льда для метана в воде при температуре 0,039. Еще раз повторяю, что это означает, что в одном литре воды растворено 0,039. Это все при одной атмосфере и 0 градусах Цельсия. И просят нас найти массу растворенного метана. Вот тут, конечно, интересно. Вот в предыдущей даче я вам написал, что альфа, то есть коэффициент растворимости острова льда, это ее соотношение концентрации газа в жидкой фазе к концентрации этого же газа в газовой фазе. Так, однако мы с вами должны понимать также, что v, объем, обратно пропорционален c. Это из уравнения, не зли его копирована, помните? pv равно rt и так далее. Вот, и, значит, поэтому мы можем написать с вами, что альфа – это объем газа. Объем, значит, этого газа в газовой фазе на объем этажевого газа в жидкой фазе. Тогда объем газа у нас чему равен отсюда? Это коэффициент растворимости острова льда, умножить на объем жидкости, в которой растворяется этот газ. У нас альфа есть, это 0,039, а объем жидкости у нас, да, это 5 литров. То есть получается у нас что? Ну, допустим, рассчитывать не будем, будем делать как физики. Есть. Дальше. У нас также, вы должны понимать, что объем газа, да, вот это v газа, это объем, который занял бы, занял бы растворившийся в жидкости газ при давлении p и при температуре t. Еще раз, это очень важно. Объем газа, вот этот, это тот объем, который занял бы растворенный в жидкости газ при температуре t и давлении p. Мы для него можем использовать уравнение состояния pv газа равно масса газа, его малярную и rt, правильно? Ну, отсюда m равно, m этого газа равно, значит, pv газа на мю, в данном случае этого метана, делим на rt. делим на rt, а v газа, мы рассчитали, что это, значит, так напишу, p мю метана на rt, а вместо v газа я пишу вот это возражение, альфа на v жидкости. Вот у нас итоговая формула. Соответственно, масса метана, у нас метана равна p, у нас сколько, при каком давлении? Я забыл написать, да, что p равно, это моя ошибка, p равно 3 атмосферы. p равно 3 атмосферы, поэтому поехали. Это 3 атмосферы. Я умножаю на 16 грамм на 0. Я умножаю на 0,039, безразмерный коэффициент. Объем жидкости равен 5 литров. Так, и мы делим на 0,082 0,57 литр атмосферы на моль кельвин. И на температуру 288 кельвин. И получается у нас не так уж и много, но это и так и есть, 0,396 тысячных грамм. Вот такой массой будет, масса растворенного в 5 литрах воды метана. Вот. Надеюсь, что техника решения в общем тоже понятная. Переходим к следующей задаче. Сейчас я вам подготовлю для вашего внимания. Копирую. Она, кажется, последняя. Кстати говоря, вот вы знаете, она и вызвала некоторые споры. Если меня слушают мои коллеги, преподаватели физки, я буду им благодарен, если они меня поправят, если я в чем-то не брак. Я ее решил сам, но почему-то некоторые мои коллеги руками развели, они не поняли вообще, что это за задача, еще такое, что меня тоже в свою очередь очень удивило. Это то, что я хотел сказать в самом начале. Причем люди, от которых я такого не ожидал, но всякое бывает, оказывается, да? Итак, растворимость кислорода в воде при таком-то давлении, такой температуры равна столько-то грамм на литрах. Определись коэффициент генри и коэффициент растворимости острова льда. В общем, такая задача. Как обычно, давайте напишем, что нам дано культурно, да? P равно 300 тор. Так, температура у нас равна 298 кельвин. Автоматом приводим в Цельсию кельвину. И вот эта растворимость с шапочкой кислорода равна 16 грамм на литр. просит определить. Не подождите. Я это, значит, вам уже показывал. Что-то у меня, по-моему, шарики за ролик пошли. Сейчас я гляну, а то, кажется, вам надо и то же. Ага, точно. Ну что, господа, простите меня за мою глупость. Я сейчас сделал. Потому что только что я эту задачу показывал. Я вам хотел другое показать. Я говорил вам про другую задачу. И, простите, мне сейчас придется... Я ее не приготовил в Орде. Мне придется ее как-то начитать вам, что ли. Но я прошу вашего внимания. Это вот особенно к моим коллегам. Значит, у нас есть вот что. У нас есть 27,22 миллилитра 98% серной кислоты. При 18,5 градусах Цельсия. Так. И давление 714,6 Тор. И вот этот раствор кислоты абсорбирует 0,58 кубических сантиметров азота. Измеренность при тех же условиях. Те же условия. Еще что за условия. Вот такая температура и вот такое давление. Так. Нас просят вычислить коэффициент растворимости Оствольда и константу Генри. Или что? А, нет, нет, нет. Я прошу прощения. И коэффициент абсорбции, допустим, бета. Иногда его бета обвечают. При 18,5 градусах Цельсия. То есть при той же самой температуре. Вот при этой. Значит, давайте посмотрим, что... Сейчас я такой возьму, наверное. У нас пропорция великая дело, на самом деле. Значит, 27,22 мл раствора абсорбируют или поглощают 0,58 кубических сантиметров. Миллилитров азота. Правильно? По условиям задачи. А я вам уже в предыдущей задаче говорю, что мы расчеты введем на 1 литр раствора. А в 1 литре это 1000 мл. То есть, а если 1 литр такого раствора кислоты, он абсорбирует x мл азота. Соответственно, у нас x чему равен? 0,58 я умножаю на 10 в третьей степени и делю на 27,22. Так. У меня получается 21,31 кубических сантиметров или там литров азота на 1 литр раствора кислоты. Я так подробно-подробно пишу, чтобы вы поняли мою логику мышления. Так. Сделали это. Мы с вами знаем, что коэффициент абсорбции рассчитывается на 1 атмосферу и 0 градусов Цельсия. 273,15 кельвина. Так. Это по определению. Поэтому найденный объем вот этот вот, его нужно пересчитать на вот эти условия. Потому что это относится к 18,5 и вот к этому, к этим торам. У нас, смотрите, разное давление, разная температура. То есть у нас как бы состояние 1 есть. У нас есть состояние 1 и состояние 2. В состоянии 1 у нас 18,5 градусов Цельсия и 714,6 тор. Правильно? А в состоянии 2, ну, если какой-то объем, я так не пишу, прямо 21,31 кубический сантиметр азота. Так. А в состоянии 2 у нас должно быть что? 0 градусов Цельсия. Однако давление 760 тор. И вот нужно определить объем тогда этого растворенного азота. Что и будет при таких вот условиях коэффициентом абсорбции. Ну, давайте это сделаем. То есть, скажем так, P1V1, деленное на T1, равно P2V2, деленное на T2. Отсюда P2 равно P1V1 на T1, умножаем на T2 и деленное на P2. Это элементарная математика вот отсюда. Подставляем. P1 у нас это 714,6 тор. Не надо переводить в атмосферу, потому что здесь у меня тоже торы. Они сократятся. В1 у меня 2131, так. Делим на T1. T1 у нас это 18,5. Так, 18,5. Это сколько у нас получается? Я-то считал. Это 291,65. Это 291,65. Так. Теперь вот это. T2 у нас равно 273,15. А P2 у нас это 760. Считаем. Сейчас, секунду. Давай я посчитаю. 714,6. Я умножаю на 21,31. Умножаю на 273,15. Делим на 291,65. Делим на 760. Получается. О! 18,77. Это кубических сантиметров азота в одном литре этого раствора кислоты серной. Но у нас коэффициент бета, коэффициент абсордации приводится в некоторых учебниках в кубические метры. А в некоторых в литре. Давайте литр перейдем. То есть получается, что бета у нас равно 0,018,77 литров азота на 1 литр раствора кислоты. Вот. Это значение бета. Есть формула, это зависимость, зависимость между коэффициентом растворимости оствольда и коэффициентом абсорбции, выражается она вот этой формулой. Поэтому, ну, для точности можете добавить 15. А по этому выражению мы легко можем посчитать альфа, то есть коэффициент растворимости оствольда. Альфа равно бета умножаю на Т и делю на 273 и 15. И это получается 0,01872. Извините, 77. Я умножаю на температуру у нас чему равна 291,65 и делю на 273,15. И получается это у меня, ну, где-то 0,02. Вот он, этот коэффициент растворимости оствольда. Вот и все. Я, может быть, что-то здесь начудил, но мне кажется, по мне так вроде бы вот и к есмое решение. Очень прошу коллег, которые разбирают в этом вопросе или экспертов, дать свои комментарии в вежливой форме, не в форме какой-то ненавистью, как я это часто встречаю на просторах интернета и вне его тоже. А в нормальном стиле сказать, извините, мне кажется, здесь нужно сделать так-то, так-то, так-то. В общем, да, последнее замечание. Посмотрите на эту формулу, пожалуйста, вот на эту. Дело в том, что в одном случае, когда у нас температура, жидкая температура равна 0 градусов Цельсия, тогда у нас численно коэффициент растворимости оствольда совпадает с коэффициентом абсорбции бунзена-бета. Вот так. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что хоть немножечко, чуть-чуть помог вам в понимании того, как решаются задачи по растворимости газов. Поверьте мне, они очень сложные. Я как глянул, не знаю, говорю вам или нет, у меня есть задачник Плитнева Скляренко, это госхимтехиздак 34-го года. Вы знаете, люди того времени, до войны, читали очень классно всякие вот эти штуки. Еще у меня есть 40-го года учебник по физхимии для техникумов, тоже классно на сериал подобран и очень классно там показано на это решение задач. То, чего нету в наших современных учебниках, к сожалению. Вы знаете, вот серьезно вам скажу, не считайте это за то, что я сейчас клясничаю, но я встречал целую кучу так называемых кандидатов химических наук и физико-математических, тоже представьте себе, которые не умеют решать задачи. В теории они что-то там знают, но когда дело доходит до задачек, там все очень, не очень хорошо. Вот. Спасибо вам большое за ваше внимание. Берегите себя, не болейте. И, как говорит одна из моих коллег, до новых встреч. Счастливо. Надеюсь, что встречи будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова